Я через телефон звоню, не знаю как. Ну хорошо, я слушаю вас. Я хотела у вас спросить благословения и возможности на крещение к вам приехать. А мы вас не знаем, надо ближе познакомиться. Да, я вот с Еленой Гладищук уже разговаривала, я книги покупала вот здесь в Москве у Николая, вот себе, там сыну, еще меня там просили, может быть вот еще будут просить. А где живете-то? В Московскую область, город Воскресенск, это ближе к Коломна. А вы с Вячеславом не знакомы еще, с Семеном? Нет, я только вот Елену знаю, Николая, который книги передает в Москве. Да-да. И все, пока. Ну я вот ваш канал смотрю давно очень, ну сейчас вот стала все читать, как вот ваши молитвы, ролики уже давно я смотрю, еще Никита когда у вас жил, ну вот это все мне. А вы в молитвах-то участвуете с нами утром еще? Нет. Нет, я вот сейчас только подключила скайп, вот Елена мне сказала. Обязательно надо, тут идет занятие с соглашенными, вы запишитесь туда. Подготовка к крещению идет. А, запишусь. Да, вы, Елена, спросите, куда что, ну я могу только показать у кого, я совсем сейчас не столько отвечаю. У нас все записывается, выставляется в интернет, вас не трогает это? Ну нет, я знаю уже ваши там. Ну да, чтобы не было препятствий, я тоже минуту отключаю и навсегда. Зачем это обман? Мы перед Богом стоим. Прервалось, Игнат Икович, я поняла, мне надо записаться. Хорошо, запишитесь к Вячеславу. И может быть с ним, если разрешено будет, то с ним вместе выйдете, чтобы одна компания была. Потому что встречать надо людей. Вам дует путевка до нас, сказано, что с собой взять. Но сначала надо, хотя бы приблизительно, мы вас чтобы знали. Сейчас вот связь прерывалась, сейчас только восстановилась, вот только что. Я услышала, что мне надо, значит, на занятии записаться через Елену для оглашенных. Да. И она мне скажет, что как, да? Что как, да? 16 июля, 16 июля готовиться к крещению. Что с собой взять? Там будут экзамены проходить. То есть, две общины своих представителей дадут и будут задавать вопросы. Какие вопросы, там все знает она. В книге, к истину православию, там все записано. Хорошо, понятно. Главная книга, мы еще начинаем медленно подготовку делать к ее изданию. Она третье издание будет уже. Там все есть. А по ответу на все вопросы. Ага, я поняла, Игнат Икович. И теперь с Вячеславом свяжитесь, с Семеновым. Скажите, что мы с вами разговаривали. С Семеновым, с Вячеславом. Более подробно будет знать, ему это удобнее. Хорошо, я поняла вас. Хорошо. Да. Ну, вы найдите просто Вячеслава. Здесь в группе-то его легко искать. Я сейчас все через Елену. Ну, если, конечно, она немножко время ее займу. Но зато я быстро сориентируюсь и потом уже не буду. Все, давайте. Какие сейчас вопросы у вас есть? Ой, да даже не знаю. Прямо так. Самое главное мне вот это вот попасть на вот эту вашу подготовку к группе. Вот к крещению. Ну, все это можно сделать. Елена, конечно, тут большую роль играет. Вот еще про крещение, да. Ну, я, может, много чего уже вы сказали, я что-то не знаю. Ну, то есть, вот я второй раз буду крещена, потому что первый раз я крестилась в возрастном возрасте, но ничего не помню. Ну, какой-то глупости. У меня родители мусульмане, поэтому я вообще... Ну, а вы как крестились? Полное погружение было? Нет, я даже, нет, не помню. Ну, чан какой-то все, ничего не помню я. Просто вот так надо было. У меня было 27 лет. Смотрите, потому что это не крещение, если не знаете вы. Так что никакого второго крещения не бывает. Только первое. Оно единственное может быть. Если неправильно было, его и не было. Ну, все верно, его и не было. Я не готовилась, ни молитвы никакие не читала, ничего. Не готовилась, все равно может быть крещение. Главное, что правильно или неправильно. Платили деньги или не платили за крещение? А там крестный же у меня был. Платил, наверное, как обычно раньше. Если платили, крещение недействительное. Недействительное. Это симония, об этом патриарх Алексей Второй говорил. Это страшный грех. Священник, который брал деньги, он должен быть извергнут. Он уже не священник. Вот, но он уже упокоился. Он умер, который меня крестил. Ну, упокоился, молитесь теперь за него. Александр, отец. Помешались на этом. Ну-ну. Да. Вы понадобится кто? Татарка будете? Ну, по матери, да. По матери. По матери. Вот у Вячеслава тоже там родственники татары. Он в Казани живет. Ну, они не препятствуют. Они не препятствуют ничего, потому что они такие сами боговерные. Ну, по-своему. Поближе к Вячеславу. Вячеславу. Жена Екатерина. Это все оттуда связано. Семенов вот этот, да? Да, Семенов этот как раз. Он учится в семинаре на священника. И одновременно работает как начальник уже какой-то в аэропорту. Ага, все. Он в Москве, да? Татарстан. Все, да, да, знаю, знаю, да. Недавно через... Ну, все, я так буду все делать, чтобы ваше время не отнимать. Все, договорились. Выходите на него, и что нужно будет, он спросит. До свидания. Храни вас Господь. Готовьтесь. А у вас там какие-то внучата, кто-то есть такие, которых можно взять в лагерь? Нету, у меня нету никого. А, ну ладно, все. Там нету, они не верующие. Все, с Богом, отошел.